пришло в голову пару мыслей решил поделиться открыл для себя несколько стадий заработанности первая стадия это когда ты ходишь на работу чисто на автомате да на автомате вот просто как полу робот идешь на работу с работы домой дома на работу и вот так вот изо дня в день вторая стадия это легкая раздражительность это когда ты обращаешь внимание на те вещи на которые раньше не обращал третья это делать личные дела на работе подошла не просто на работе а во время работы то есть ты уже настолько заработался что ты начинаешь делать личные дела на работе а с другой стороны их еще делать то если ты все время на работе четвертое это сильное раздражение как вот это когда это такая максимальная вторая стадия то есть когда ты уже начинаешь не просто обращать внимание на те вещи на которые раньше ты внимания не обращал ты начинаешь уже с них раздражаться тебя не начинают бесить пятое это когда начинаешь думать об увольнении и кажется что трава в чужом саду зеленее как бы головой может быть ты понимаешь что это не так но блин ты начинаешь уже об этом задумываться и вот пятое плавно переходит шестую когда ты начинаешь не просто задумываться а реально находить в этом плюсы и вот возвращает назад да ты понимаешь что это как бы может быть и не так но мозг сам как-то начинает реально находить в этом плюсы как бы смешно и страшно не звучало седьмая стадия это когда тебе уже просто похер на все ну ты работаешь не то чтобы даже на отъебись а без инициативы без энтузиазма просто на похер то есть ты пришел отработал ушел это вот все что тебе надо восьмая стадия это когда ты начинаешь уже ненавидеть свою работу потихонечку именно работу даже сколь несколько профессию наверно а именно вот то место где тебя начинают зарабатывать конкретно ну вот и девятую стадию открыл для себя это стадия делится на две скажем так под стадии то есть на а и б а это когда ты ну просто продолжаешь работать как зомби то есть все вот эти восемь стадий ты как бы в них и в них же и работаешь просто как зомби тупо на автомате все делаете все похер лишь бы отработать да как бы у всех людей выбор свой причины свои но факт есть факт девятая стадия под группа а когда ты реально работаешь как у зомби тупо как зомби то есть тебе ничего не надо в жизни лишь бы отработать и свалить домой ну и девятая стадия это когда ты просто уходишь ты говоришь не пизду все эти восемь стадии как бы нахер мне это надо давайте до свидания все и находишь другую работу ну если повезет то наверное нормально хорош и адекватно где они будут насиловать и зарабатывать это вот эти вот девять стадий еще мысль это вот может быть замечали когда есть такие директора которые лезут в работу работников а потом этим работникам высказывают мол типа я директор почему я лезу к тебе и должен делать исправлять твои ошибки ну не знаю мне как у работника хочется спросить а действительно нахуя ну типа ты директор это не твоя обязанность окей если человек конечно подошел и спросил у тебя то возможно как бы там нету у директора заместителя который бы эти вопросы урегулировал бы но когда директора начинают лезть а потом тебя тыкать эти носом блять это как минимум странный непонятно ну типа для чего то есть если тебе нечем заняться муки понятно но а если тебе есть заняться и ты этим занимаешься ну на хера на хера вот или или такая тоже вот замечаю вот все чаще и чаще почему-то что у нас хорошие условия это идет как бонус к работе ну не за может быть конечно у меня какие-то взгляды или понятия другие но что за пиздец хорошие условия это как бонус то блять ну типа вот есть плохие условиям ты там вынужден работать без говна и ложки как бы выкручиваешься как хочешь и вот мы тебе будем платить допустим там ну к примеру 200 тысяч но есть хорошие условия где тебе все грубо говоря дадут подадут ты главное работы зарплата будет меньше то есть у тебя и зарплата высчитывают за хорошие условия что то за бред блять ну это это как как это работает вы чё не понимаете ну те кто предоставляет такие условия пишут что ну это же само собой разумеющийся в хороших условиях человек будет хотеть работать он не будет работать с мыслями блять быстрее бы там найти другую работу или свалить или закрыть кредит и съебаться отсюда нет он будет хотеть прийти на работу с хорошими условиями что за бред не зря есть такая поговорка свято место пустым не будет или из хорошего места никогда не уходят но у нас почему-то хороший слой это как ноу-хау это как бонус пиздец еще такая была мысль а что про не знаю как правильно ответственность что ли работника у нас почему-то принято не разделять обязанности и звание а просто в некоторых местах придумывают какую-то должность дают ее тебе и за это тебе накидывают чаще всего работы больше но никак не зарплаты не знаю хочется спросить просто таких людей ну стоит ли того вот это вот приставочка там не знаю су шеф или типа там помощник руководителя или еще какая-то ну в том плане что обязанности у тебя как были так и были остались прежними тебе просто работы сверху накинули ну а зарплату ну не знаю если там поднимают это смотря где в какой компании но чаще всего если поднимают вот так на чуть-чуть типа мол ну вот ну не знаю не знаю мне кажется приставка особо роли не играет то есть ты можешь быть директором выполнять обязанности работника можешь быть работника выполнять обязанности директора но получать того будут разные вот продолжая всю ту же тему работы что у нас почему так переработки относятся ну перед вы к выгоранию я бы даже сказал именно само понятие выгорания как-то ну не знаю мне кажется это такая ну в европе да я не спорю конечно сравнивать нашел с чем но это уже как какая-то такая болезнь что люди выгорают и просто уходят а есть так посмотреть откуда ноги растут там выгорания чаще всего это вот у заработанности умнимых должностей у скажем так плохих условий которые бонусом тут хорошие то есть это все в комплекте ты из-за этого выгораешь и уходишь хотя возможно ты хороший специалист тебе бы оторвались руками и ногами но почему-то у нас как-то вот не знак выгорания то есть нормально типа и работает хуярит пусть хуярит работает типа не не если сломается найдем другого мне такая логика непонятно конечно найти там не проблема но в чем кайф чем прикол постоянно искать кого-то то есть находить работника зарабатывать его насиловать выкидывать и брать нового когда можно вот весь классный анекдот кстати два работодателя встречается один говорит другому слушай вот ты постоянно отправляешь своих работников за свой счет это повышение квалификации на какие-то курсы ты не боишься что они научатся и уйдут и он отвечает я больше бы что они не научатся и останутся вот еще не отходя далеко прорвание жопы это называю ну когда ты на работе рвешь жопу и возникает вопрос ну а зачем вот я считаю нужно рвать жопу смыслю не потому что а ради того потому объясняет то есть когда ты рвешь жопу чаще всего начальство видя это ну то есть чтобы далеко не ходить на примере у нас же как работают по системе ебануты то есть ту работу которую должны выполнять пять человек ее в лучшем случае будут выполнять трое причем каждый будет получать за одного то есть то что два работника будут там не будут никому докидываться денежки вот и соответственно чтобы тебе выполнить свою работу и еще сверху работу того человека которого не хватает ты начинаешь рвать жопу вопрос а зачем ты же делаешь хуже только себе потому что когда начальство видит что ты рвешь жопу значит она она же не видит что ты рвешь жопу она видишь что ты успеваешь делать работу за двоих ну ну заебись ну значит можно ему еще и сверху накинуть он за третьего успеет вот и когда тебе накидут уже за третьего и ты начинаешь дальше рвать жопу значит он ну заебись он делает работу за троих получает за одного давайте еще ему за четвертого накинем и вот когда держу на 4 накидывают тут она у тебя рвется на хер и ты просто выгораешь и тут уже происходит с тобой либо 9 стадий при которых ты работаешь либо при которых ты съебываешь поэтому мне кажется смысла нету рвать жопу потому что то есть вот нет человека не надо рвать жопу приходит начальник говорит что ты не успеваешь ты вышли так людей не хватает то есть берите больше людей ну почему ты должен с одной стороны как бы понимал ситуации бывают разные но зачем выполнять работу двух людей и рвать жопу когда ты можешь нормально делать работу за одного человека и получать ну за одного человека все логично поэтому не 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 рвать жопу мне кажется не стоит потому что лучше рвать жопу ради того что то есть это когда ты делаешь любимое дело это когда ты горишь там не успеваешь работаешь за пятерых но ты делаешь ты делаешь то что ты любишь тогда да но того стоит но если работаешь просто ради денег рвать жопу такое себе удовольствие или вот про знаки припинания когда они решают видел объявлением звучит она так требуется повара по всем вопросам это из разряда требуется работник по всем работам или требуется ученый по всем наукам запятые иногда решают кстати да в продолжение мыслим что у нас рабочая система она вот классно я такой пример в голову пришел интересным на примере машины вот машина которая казалось бы надо что лобовое стекло боковые зеркала тормоза масло и все такие инструменты казалось бы не важны но обходимы также и в любой работе то есть каждый человек это как отдельная деталь он выполняет свою работу ну сложно повесить работу тормозов на боковые зеркала но у нас почему-то умудряются некоторые работодатели смысле так то нахер мне лобовое очки надену там нахера мне боковые зеркала я так буду вылазить так то конечно можно без проблем но ты будешь ехать как минимум как долбоёб как максимум неудобно а если прям уже брать реальность но ты просто создашь дтп в конечном итоге ездить без боковых зеркал без лобовухи блять без тормозов также на работе ты со временем ну испортишь свою работу в целом если будешь так у нее страдать там по ту работу которую выплат 5 человек ты там скидываешь ее на двух людей ну ты же блять гонева и еще в заключении про раздевалку я понимаю что некоторых людей не учили стучать в дверь но но в чем прикол лично я пока не могу понять когда человек открывает дверь видит тебя голова и ты стоишь голый с хером наперевес и человек тебе можно войти вот в этот момент что я должен сказать нет ну типа они видно что я стою голый и как бы входить нет смысла и нельзя или не проще постучать сначала потом спросить можно ли войти в чем прикол открыть дверь и видеть что войти нельзя там стоит человек переодевается и потом спрашивать все всем спасибо за то что были со мной эти пару минут всем пока всем счастья всем удачи